Нам людям свойственно поностальгировать, повспоминать что-то. И вот бывает, вспоминаешь какой-то момент, например, как ты прогуливался по, например, сейчас зима, по зимней дороге, по зимнему лесу, как падал снег, и тебе было приятно прогуливаться. Например, это было в детстве, ты катался в снегу, точнее с горки, по снегу прыгал, и тебе это приятно было. Или, например, сейчас в нынешнем взрослом состоянии тебе хочется пройтись, например, под каким-то слабеньким дождем, может быть, летом, а на горизонте солнце садится, очень красивое, желтое такое, и тебе хочется просто пройтись и реально от души посмотреть искренне на это и насладиться этим моментом. Или вот, например, там снег падает, да, ты хочешь выйти, а не просто фоткать его, и чтобы в сторис выложить, правильно? То есть вот без этого хочется что-то такое, какого-то чувства. Я нашел способ, как провести это время максимально искренне для себя, то есть с желанием именно это сделать, с чистым желанием. Я беру и открываю вино, наливаю, например, бокал, выпил, сидишь дома, второй выпил, вот, а на улице снег валит, красиво, небо такое желтое озаряется от отражения, от снега, отражается в небо, и очень ярко становится на улице, красиво, и уже вечереет, тишина от снега, абсолютно, такое безмятежье. И ты вот выбираешь уже второй бокальчик, и берешь бутылочку и идешь гулять, идешь гулять, ты идешь по этому парку красивому, падает снег, и ты думаешь, как хорошо. Потому что в обычном состоянии ты себя словно заставляешь все сделать, ты идешь, и даже если упадешь в снег, просто как раньше, как в детстве, более того, могут подумать про тебя что-то, ну, как-то некомфортно, да, когда ты себя так ведешь. И потихонечку ты пиваешь, уже половина бутылочки ушло, гуляешь, тишина, а ты уже наслаждаешься, ты видишь, как на горке на какой-то катаются дети, ну, вот, на холме на каком-нибудь дети с горки катаются, потому что ты вспоминаешь, когда тебе тоже было так же интересно, вот, ты сидишь, смотришь, потом начинает еще, ну, как бы вечереет, дети расходятся по домам, и тут ты раз, еще выпиваешь немножечко, понимаешь, что почему бы и нет, а чем я хуже. Идешь смело скатываешься с горки, с каким-то тем ощущением, падаешь, лежишь там, и смотришь, как на тебя в небо, да, смотришь, как падает снег, какая тишина вокруг, ты весь в снегу лежишь, тебя засыпает, и ты засыпаешь. Главное не уснуть, вот тут опасно реально, главное не отморозить себе, потому что ты ничего не чувствуешь, но больше двух минут лучше не лежать, и не лизать. Встаешь, значит, у тебя там вверху бутылка осталась, ты ее там оставил, понимаешь, ты, и потихонечку идешь дальше, идешь, тебе стало хорошо, чуть-чуть согрелся даже, ну, потому что поднимался, пока что устал, открываешь, еще допиваешь, раз там мусорку обязательно выкидываешь, бутылочку, идешь уже по направлению к дому, и что-то тебе так стало хорошо, хорошо, и ты видишь сугроб такой мягкий, классный, не обоссанный, упал туда. Снова лежишь, класс, тишина, никого нет уже в парке, никого там, да, например, где-то, вот. Ну так бабушка какая-нибудь с палками, может, пройдет, да и то не факт, тяжело ходить в снег такой, да, хорошо, нормально. Ну, все, полежали, и славно, и вот ты приходишь уже домой, тебе хорошо, да, раскладываешь, как раньше, вещи, они все в снегу, надо это отряхнуть на батарее, и вот это немножечко позднабующее ощущение, потому что ты с мороза пришел, и вроде тебе жарко, вроде холодно, разложил вещи, чтобы они все были теплые, развесил, может быть, раз, и спать. И вот, и вот в этот момент ты, ну, конечно же, все равно тебе это может, там, не стопроцентно помочь, если ты вообще не видишь смысла упадать в снег, это, опять же, ситуация для тех, кто любит что-то такое сделать. Вот, кому-то это вообще не нужно, например, те, кто, ну, если у тебя шумная компания, если у тебя девушка, нахрен тебе это надо вообще, да, у тебя как бы и так, тебе и так, наверное, приятно с ней там пройтись. А если вот ты один, например, вот это самое то, ты можешь прогульнуться со своей любимой бутылочкой красненького, и так же ложишься и засыпаешь, потому что подмерз, как-то подустал, возможно, там, может быть, с горки, потому что уже три раза прокатился, а возраст-то уже не тот, а горка-то большая, тяжело подниматься, но приятно. И самое интересное, ты падаешь в этот снег, и вообще по барабану пал, и не паришься, смотрит на тебя кто-то или нет, сел в сугроб, и хорошо, просто сидишь, смотришь, красота. Да, воспользуйтесь моим рецептом, попробуйте.